Вот этот институт, ну все, пойдем, ну все, ну давай, пойдемте, все, пойдемте. Проходим глубокое озеро в мире. Самая большая глубина его в средней котловине против острова Альфон, 1637 метров. Протяженность более 600 километров, если точнее, то 636. Это примерное расстояние от Москвы до Петербурга. Далее, вот смотрите, у Байкала три почти отдельные котловины, которые отделяются подводными горами. Самому истоку Ангары, ну, 1060. А вот был случай. В 1862 году красными кружками, заметьте, как их много, показаны опасные места. В этих местах всегда тонкий лед в любые суровые зимы. Называются они полыньи, ключи, пропарены, или газы там идут из глубин, или действуют. И, как мы о ней говорим, хлеб Байкала, это байкальский лесноводный омуль. Но посмотрите, как они медленно растут. Вода холодная, корма мало. И вот они жить могут, омули в Байкале, и до 30 лет. Максимальный вес могут быть до 5 килограмм, но взрослыми полувозрелыми становятся в среднем, аж на 10-й год жизни. Хорошо, что в среднем. Есть прибрежные группы, их рыбаки называют верховой, они созревают раньше, на 5-7 год жизни. А вот такие придонно-глубоководные, так на 15-й, а то и 16-й год, держатся на глубинах 300-400 метров. Вот рыба, не просто внешне похожая на омуля, а по последним данным науке, прямо как родной брат, сик называется. Или байкальский озерный сик, или странствующий северный лосось. И сик, и омуль, и хариус, все это подотряд лососевидных. Предки их древние красные рыбы. И сика, и омуля, и хариуса, некоторых бычковых, и вот щучек поменьше, и ленка, и окуньков, увидим с вами в аквариуме. Вот единственное млекопитающее байкальский тюлень. Слово «нерпа» означает «маленький тюлень». Они обитают в основном на Среднем и Северном Байкале, потому что там долго, почти 8 месяцев, сохраняется лед. И вот мы их называем льдолюбивыми животными. Весной, в марте, у них появляются детеныши, причем не в воде, на льду, на снегу, в таком вот снежном логове. А я жду вас у начала аквариумов, дорогие друзья, и там мы еще поговорим. Проходите. Пожалуйста, кто фотографирует со вспышкой, вспышку убираем. Дорогие друзья, вспышку убираем. Карась, вот пошел золотой. Потом их былики, тут где-то нужно посмотреть. И несколько мелких щучек. Когда сюда посадили круп, вот так у него. Когда посадили крупную щупу, она долго не прожила, ей все-таки мало. Вот это жизненное пространство, ей нужен простор для движения, для охоты. Хариумы, их семь. На 72 тонны воды они окружают комнату, называемую лабораторией. Рыбаки привозят рыбу. И девчонки-лаборантки делают телерывные фаршили. Потому что мы как бы, вот мы не пропускаемся в глубины, или это самое сучины, ледяного Байкала. Посмотрите на профиль, Омуля. Нижняя губа вовсе не короче. Или ровна с верхней, а у многих нижняя выдвинута. Он выгребает форму с толщиной воды. И вот как он себя ведет. Плавно движется. Поклевочка была хорошая. Да, да. Поплотить за раз. Значит, не зря нельзя вот с толщиной, для толщины его поймать. Поклевочка была хорошая. Когда на Байкале появляется лед, и он тонкий, они там носом и ластами и дубами во льду делают дырки, отверстия в тонком нижней льду. И потом поддерживают эти отверстия, чтобы дышать атмосферным воздухом. Собаки, они тоже линяют. Им как будто холодно бывает в воде, хотя у них мощный слой жира. Им хочется, даже необходимо погреться под солнышком. Но вот видите, мы организовали, мы же два искусственных солнышка. Проходите, пожалуйста. Нараживают суток трое или больше, чтобы не было заражения паразитами. Тюлени нырнуть могут глубоко, метров на триста. Даже на четыреста замечено, что нырки свои, они совершают на выдохе. И без новой порции киснорода могут обходиться иногда до семидесяти минут, если их принудительно удерживать. Знаете почему? У них много крови в теле, а в крови и в мышцах много растворенного киснорода. Ну я таких ловил, побольше даже колюзов. А это клинки, кефаль ловил, вот такого. Где-то про Енисей говорю, вот, вон, видишь коридорчик? Вон, в таз, ну вот, видишь, вот этот, это килограмм, это килограмма, килограмм двести примерно, вот такой. Такого ловил? Такого ловил, я давно в килограмм ловил, говорю. Он тоже малыш. Хочешь снять хоть приколоться для рыбаков. А этот кто? А этот линок? А у нас в Енисею нет? Конечно есть. Есть? Енисей, линок, таймень. А где он есть? Где у нас в узке есть? Да хоть не по всему Енисею. Пусть рыбьи глаза посмотрите. Сегодня у нас Серега утром пошел в сороку, поймал все. А вы со своей грузикой, буквально в течение, вам себе понравится, вам какой стороной? А это все, а все так? Не, а рядом. Стерлить, а там, а там сиктиз. Ну, стерлить, как рашпель. Ну, все это живое, все она прыгает. Вот. А щука-то, я там. Шучка. Ну, да, где-то так, наверное. Пять где-то килограммчик-то есть. У нас под лиственкой, там яма есть стеговая, когда у него в декабре нерест, там его таскают с лодочки. Горячий вяленый колодок. Горячий вяленый колодок. Капчинец отлит. Горячий вяленый колодок. Собутай. Так, 6 штучек, 5 штучек. А у вас что? Так, 6 штучек. Как, 6 штучек, 5 штучек. На, 6 штучек, 6 штучек. На, 6 штучек. Продолжение следует...